отказ левого и правого двигателя двигатели у нас не запускаются падать вниз примерно как утюг или может быть топор добрый день нам последнее время поступает часто вопрос что будет происходить с самолетом при отказе двигателей давайте сегодня разберем этот вопрос сейчас мы находимся в кабине тренажера boeing 737 летим на высоте 33000 футов то есть это у нас 330 эшелон оба двигателя исправны мы видим здесь их параметр работы обороты порядка 82 процентов мы обороты процентах измеряем многие думают что при отказе двигателей сразу самолет начнет падать вниз примерно как утюг или может быть топор но и совершенно не так давайте рассмотрим почему смотрите на данной схеме представлены четыре основные силы которые действуют на самолет сила тяжести она направлена вниз и она компенсирована с подъемной силой самолета также у нас есть сила сопротивления воздуха оно тянет самолет как бы назад и есть сила тяги двигателя которая толкает самолет вперед в итоге все четыре силы у нас компенсированы друг с другом самолет летит равномерно то есть если мы уберем силу тяги двигателей, то самолет будет вынужден замедляться. Однако, если мы опустим нос самолета, то появится проекция силы тяжести на продольную самолет, и она скомпенсирует силу сопротивления воздуха, и самолет сможет лететь с постоянной скоростью, но мы вынуждены будем терять высоту. Давайте посмотрим на практике, как это происходит. Вообще, стоит сказать о том, что вероятность события отказ одновременно двух двигателей, ну в данном случае двух двигателей или всех двигателей на любом этапе полета, это крайне невероятное событие. Я специально посмотрел статистику, в базе данных за последние 25 лет было всего шесть случаев с самолетами подобного класса, и во всех этих шести происшествиях количество человеческих жертв равно нулю, то есть событие крайне невероятное, да еще и заканчивается обычно довольно-таки успешно. Итак, смотрите, у нас происходит отказ лево и право двигателем. Я отключаю автопилот, вы слышите звук отключения автопилота. Мы вынуждены выполнять чек-лист потери тяги двух двигателей. Вот вы сейчас видите его на экране. Первые четыре действия выполняются по памяти, а не до пунктирной черты. То есть мы должны включить engine star switch с положения flight для обеспечения попытки поджига смеси. Перекрыть краны подачи топлива. После того, как у нас снизится температура выхлопных газов, вот она у нас снизилась, предпринять попытку повторного запуска. Поднимаем краны. То есть мы включаем обратно подачу топлива, но мы видим, что у нас ничего пока не происходит. Ожидаем. Также сразу мы пытаемся запустить вспомогательную силовую установку и пытаемся в снижении удерживать скорость 275 узлов. Мы ее контролируем по резервному указателю скорости, потому что высота в данный момент выше 30 тысяч футов. Сейчас мы снизимся ниже 30 тысяч футов, и будем постепенно пытаться увеличивать скорость полета. Скорость мы сохраняем для того, чтобы набегающим потоком воздуха раскрутить двигатели и попробовать попытку запуска их от набегающего потока воздуха. Вот подача топлива ни к чему не приводит. Мы опять выключаем подачу топлива. То есть выполняется некий цикл охлаждения. И повторная попытка запуска. У нас запустилась вспомогательная силовая установка. Мы переходим на питание от генераторов ее. Ну вот мы видим, что двигатели у нас не запускаются. То есть вообще цель этого действия в том, чтобы попробовать запустить хотя бы один двигатель. Потому что с одним двигателем самолет может снизиться до высоты порядка 24 тысяч футов и в принципе продолжит полет к ближайшему аэропорту для выполнения безопасной посадки. Но в данный момент мы специально сымитировали ситуацию, что запуск у нас не происходит. И в итоге мы принимаем решение, что попытки запуска мы вот решили по той или иной причине прекратить. И мы вынуждены перейти уже на вторую, так скажем, часть вопроса посадка с отказавшими двигателями. В данном случае мы вынуждены снизить скорость, то есть перейти на режим наивыгоднейшего планирования. Существует такой параметр аэродинамическое качество. Это соотношение подъемной силы самолета к силе сопротивления воздуха. У самолета Boeing 737-800 аэродинамическое качество равно порядка где-то 15. То есть на один километр потери высоты самолет сможет пролететь около 15 километров по прямой. У нас в данный момент высота 27 тысяч футов. Мы разворачиваем самолет в сторону ближайшего крупного аэропорта и будем выдерживать скорость порядка 210-215 узлов. Она как раз обеспечит нам наивыгоднейшее планирование самолета. То есть самолет пытается нос опустить. Мы пока это ему не даем, потому что скорость все еще большая. На большой скорости мы имеем большее сопротивление воздуха, то есть теряем больше энергии. В данном случае у нас сейчас нет источника энергии, потому что двигатели не работают. Соответственно, мы вынуждены сохранять уровень потенциальной энергии самолета и разменять ее на кинетическую, то есть на скорость самолета. У нас есть навигационный дисплей, на котором мы видим карту аэропортов. Они обозначены здесь синими кружками. Вот выбираем, например, вот этот аэропорт. Выбираем варианты захода на посадку. Есть заход по ИЛС даже. И полоса у нас там длиной 13 тысяч футов. Это более чем устраивает нас. Вот смотрите, мы визуально даже наблюдаем полосу, на которой мы садимся. Вот она слева внизу. С этой стороны мы заходить сейчас на нее не будем, потому что у нас огромный избыток высоты. Мы не сможем погасить высоту и скорость, и мы пролетим мимо полосы. То есть мы залетим за полосу, сделаем разворот и зайдем на посадку. Особенность планирования этого самолета в том, что угол снижения получается порядка 3 градусов. То есть как раз примерно он равен углу наклона стандартной глиссады. Важное замечание, что это происходит на так называемом чистом крыле. То есть когда механизация убрана, то есть закрылки в положении 0, спойлеры убраны, и шасси у нас тоже убраны. Потому что если у нас выпущены закрылки или шасси, то у нас создается дополнительное сопротивление воздуха, и мы уже не сможем обеспечить такой же угол планирования. В целом у нас при отказе двух двигателей на высоте крейсерского полета самолета, то есть выше 10 километров, то есть у нас самолет сможет пролететь порядка 150-180 километров. То есть это займет где-то около 20-25 минут. То есть у нас довольно-таки много времени для принятия какого-то решения, что же мы будем делать. Слева мы видим аэропорт, куда мы планируем приземлиться. Мы сейчас идем параллельно полосе, заходить мы будем с обратной стороны. У нас еще предстоит два разворота. Пока просто снижаемся. Сейчас самолет у нас превратился в большой железный планер весом 61 тонна. Но законы физики таковы, что он неплохо летит. На навигационном дисплее мы видим вот такую зеленую дугу. Это самолет помогает нам определить, насколько далеко мы можем спланировать. То есть это точка, в которой мы достигнем заданной высоты. В данном случае у меня установлена высота 3300 футов. Это высота, которую мы должны занять на вот эту точку. Это поможет мне определить точку, где я буду начинать разворот влево. Потому что мы видим, что если я начну разворот прямо сейчас, то я улечу на высоту 3300 примерно сюда. Что будет для меня не очень хорошо. То есть мне еще нужно немножко пролететь и потом начинать левый разворот. То есть самолет нам помогает в данной ситуации. Итак, как и планировали, мы долетели до аэропорта предполагаемой посадки. Мы идем даже сейчас чуть выше глиссада. Но вот у нас скорость немножко падает. Соответственно, мы нос чуть больше опустим для поддержания скорости. Шасси мы будем выпускать уже практически в самом конце. Потому что они создают дополнительное сопротивление воздуха, которое нам в данный момент не нужно. У нас работает вспомогательная силовая установка. У нас есть топливо. Поэтому работают электронасосы гидросистем, которые будут обеспечивать выпуск шасси. Это мы проходим дальний приводной маяк аэропорта. То есть примерно 4 мили от полосы. Самолет на нас сейчас ругается, что у нас не выпущены закрылки. Ну, в нормальной ситуации они должны быть выпущены. Сейчас мы отключаем эту систему предупреждения, чтобы она нам не мешала. Тысяча футов у нас остается до земли. Флэпс 1. Спидшек. Флэпс 1. Гирдаун. Мы уже подходим совсем близко к полосе. Учитывая время на выпуск шасси. Гирдаун. Фригрин. У нас, видите, все три зеленые огня горят. Значит, шасси выпущены. Флэпс 5. Подходя к земле, мы увеличиваем угол выпуска закрылков. Мы не делаем это на высоте, потому что это ухудшит характеристики планирования. А у земли как раз позволит снизить нашу посадочную скорость. Мы армируем спойлеры. Подлетели к полосе. Выравниваем самолет. Спид брейкап. Мэннол брейкинг. И применяем торможение. Вот мы с вами посадили самолет в аэропорту. У нас двигатели не работают. Обороты равны нулю. Так что данный инцидент сейчас закончился успешно для нас. Спасибо за просмотр. Будем ждать дальнейшие ваши вопросы. И с удовольствием ответим на них. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok